Паводки перешли на восток страны. В городе Айагос введен режим ЧС местного масштаба. В 20 километрах от населенного пункта бурный поток снес мост. В регионе ведется поиск трех человек. В местной реке работают водолазы. В горах продолжается активное таяние снега и вода продолжает пребывать. Дмитрий Крюкович расскажет подробности. Местную речку Барлы активно прочесывают водолазы. Поиски осложняются сильным течением и нулевой видимостью. На днях здесь пропали трое мужчин. Двое трактористов на технике застряли в воде и какое-то время находились в машине. Но потом, видимо, попытались добраться до берега, вплавь. Больше их не видели. Ищут и всадника, который на лошади решил переправиться через бурное русло. Уровень воды в реке Аягус заметно поднялся, что и привело к разрушению моста на трассе Аягус-Базай. Движение транспорта здесь остановлено. В самом Аягузе есть прямой риск затопления частного сектора. Сегодня в районе объявлено чрезвычайное положение местного масштаба. Вода зашла в жилые дома и в городе Шар Жарминского района. Наводнение усиливается и в Восточно-Казахстанской области. В Тарбогатайском районе перекрыто несколько дорог. Местность пришлось распахивать, чтобы слить талые воды на равнину. Дорога к Карасу-Акмектеп областного значения временно закрыта. Опасность половодия сохраняется и в районе Алтай, где продолжается обильное таяние снега. Сюда уже переброшены дополнительные силы. В противопаводковых работах задействованы прибывшие на помощь из города семей военнослужащие войсковой части номер 68-303 МЧС РК. Они проводят превентивные мероприятия в районе Алтай. А это село Жидели Маркокольского района. В этом году в местности выпало рекордное количество снега. Паводок и здесь разрушил небольшой мост. В результате солдаты местной воинской части к месту службы вынуждены добираться на лодке. Дмитрий Крюкович, Руслан Акматалиев, Атамикен Бизнес, область Абай, Восточно-Казахстанская область.